И в завершении выпуска вернемся к теме мошенничества. Несмотря на проводимые полиции профилактику и разъяснительные беседы, люди продолжают верить незнакомцам и выполнять их рекомендации. Везде итог один – потеря финансовых накоплений. Вот примеры. В дежурную часть полиции Майкопа обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что аферист посредством мобильной связи сумел обманным путем завладеть его сбережениями. Ущерб – 75 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали еще две майкопчанки. Установлено, что злоумышленники для обмана также использовали мобильную связь. Женщины, в общем, лишились более 100 тысяч рублей. Кроме того, жертвой телефонных мошенников стал еще один 26-летний местный житель. Парень рассказал, что хотел приобрести товары для машины через сеть интернет. Выбрав необходимое, он произвел оплату в размере 44 тысяч рублей, но через некоторое время понял, что потерял не только товар, но и деньги. МВД вновь призывает граждан к бдительности. В случае возникновения малейших сомнений прекратите общение. Срочно обратитесь за помощью к специалистам банка или сотрудникам полиции. В Адыгее с 15 по 26 марта проводится первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее задача – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, проведение разъяснительной работы со школьниками и студентами, оказание помощи в реабилитации наркозависимых лиц. В рамках акции оперативниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков районных отделов проведено значительное число мероприятий и выявлено несколько фактов незаконных операций с запрещенными веществами. Так, например, полицейскими Майкопа была получена информация о возможной причастности 49-летнего жителя соседнего региона к противоправной деятельности в указанной сфере. После задержания мужчины в его автомобиле стражи правопорядка обнаружили пакет с веществом, схожим с солью. Выяснилось, что задержанный приготовил их для последующего сбыта через сети интернет путем тайниковых закладок. В этот же день на одной из улиц в республиканском центре полицейские задержали 25-летнего жителя Майкопского района. Он хранил при себе полимерный пакет с растительной массой зеленого цвета по внешним признакам, схожей с марихуаной, которую сейчас изучают эксперты. Далее коротко о некоторых происшествиях и мероприятиях в ведомстве. Сотрудниками уголовного розыска полиции Кашхабальского района задержан подозреваемый в разбое. 59-летний ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в доме 41-летнего односельчанина, похитил принадлежащий ему мобильный телефон. При этом он угрожал предметам, похожим на нож, задержанный во дворен в изолятор. Сотрудники полиции Адыгей обеспечивают безопасность граждан в местах обнаружения боеприпасов времен войны. Аналогичный факт был зафиксирован и в межмуниципальном отделе МВД России Адыгейский. Там в поле обнаружены три минометных мины, все находки вывезены в безопасное место и уничтожены. В МВД поощрены сотрудники полиции, достигшие высоких показателей в деятельности. Медалью МВД России за доблесть в службе награжден начальник тыла, полковник внутренней службы Альберт Шехов. Присвоены очередные специальные звания. Начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков Республиканского МВД Рустаму Нахушеву, полковник полиции. Начальнику Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ведомства Светлане Тюльпаровой, подполковник полиции. Некоторым вручены грамоты и благодарности федерального ведомства. В Адыгее рассмотрены вопросы по обеспечению дорожной безопасности во время соревнований по велоспорту. Организаторам указано на необходимость проведения дополнительных инструктажей со спортсменами и их наставниками во время тренировок по соблюдению требований дорожной безопасности. В Адыгее полиция задержан подозреваемый в покушении на сбыт героина через тайниковые закладки. В рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу реализован комплекс мероприятий, направленный на изобличение 48-летнего ранее судимого местного жителя в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ. Сыщики задержали подозреваемого в одном из микрорайонов Майкопа. При себе он хранил 10 свертков, в которых, согласно экспертному заключению, находился героин. Выяснилось, что майкопчанин планировал реализовать наркотик бесконтактным способом с использованием сети интернет. В ходе дальнейшей работы установлено, что накануне задержания злоумышленник успел осуществить несколько закладок в подъездах многоэтажных домов, которые также были изъяты. В отношении мужчины следственным подразделениям отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК России. За данное противоправное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Продолжение следует...